Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! – 19 декабря – день памяти святителя Николая Чудотворца. Это один из самых известных и почитаемых святых не только в России, но и во всем мире. Почему люди так любят святителя Николая? – Вы знаете, он был образцовым священнослужителем, образцовым архиереем. Так и называет его церковь – «Правила веры и образ кротости». Вот очень важная и первая, и вторая часть этого наименования. То есть он был правилом веры и образом, образцом кротости. Он был человеком, который по евангельскому слову душу свою полагал за свою паству. Человеком, который любил всех без исключения и заботился о каждом человеке своей пасты. Он исполнил в своей жизни, наверное, все заповеди Божьи и, самое главное, заповедь, которая должна определять жизнь каждого христианского пастыря – готовность душу свою полагать за своих пасомых. Вот поэтому он был так любим своей паствой. Там и паства-то уже не осталось, и места, где он святительствовал турецкий город. И базилика, в которой он когда-то служил, это тоже развалины, можно сказать, в современной Турции. Но, тем не менее, и любовь к нему, и почитание, они вышли далеко за пределы его кафедрального города и его епархии. Ну, так бывает. Интересно, что люди, даже далекие от веры, хорошо знают этого святого с детства, который приносит подарки. Собственно, сейчас это для нас Санта-Клаус или Дед Мороз. Ну, Дед Мороз немножко другое. Да, Санта-Клаус – это в Европе именно Святой Николай, а Дед Мороз – это уже такая советская реинкарнация, можно сказать. То есть, да, совсем отнять у детей праздник было как не с руки, его перенесли на Новый год с Рождества, вот, и поселили его уже в постсоветское время, где-то там на севере Великом Устюге и так далее. А так, конечно, да, вот Святой Николай, образ Святого Николая стал вот таким любимым поколениями, сотнями поколений детей, потому что это тот, кто приносит подарки. Причем приносит их неожиданно, приносит так, что никто не знает и никто не может найти, угадать, когда это будет. Вот, конечно, подарки папа с мамой приносят, вот, или бабушка с дедушкой, но, тем не менее, вот это имеет основание как раз в одном из эпизодов жития святителя Николая Чудотворца. Вы, наверное, знаете о том, что в его городе кафедральном, среди его паствы, был один человек, который овдовел, и у него осталось три дочери. Он впал в бедность, ему было очень сложно жить дальше, и тогда он принял решение, чтобы старшая его дочь пошла, заниматься, ну, не очень почетной такой, такой вещью, ну, продавать себя за деньги. Вот, и ему было очень тяжело, потому что семья была хорошая, благочестивая, а еще тяжелее было его дочери, а которая, тем не менее, была вынуждена пойти на это, согласиться на это для того, чтобы прокормить отца и двух своих сестер. Ну, вспоминается Сонечка Мармеладова сразу, помните, да? Да, вспомнил. Когда об этом узнал святитель Николай, он для того, чтобы этого не допустить, однажды ночью тайком взял мешочек денег, ну, тогда деньги не в кошельках носили, они были металлическими, вот, и, подкравшись к дому этого человека, тайком в окно закинул ему вот этот мешочек, мешочек с деньгами, вот, причем это сделал именно так, чтобы не оскорбить человека, прийти и сказать, я знаю, что у тебя трудная ситуация, на тебе деньги, он не посмел для того, чтобы человека не обидеть, и тот мог сказать, да нет, у меня все хорошо, мне ничего не надо, вот, люди гордые обычно бывают, вот, и когда этот человек проснулся, увидел вот этот, вот этот кожаный мешок с деньгами, он, конечно, страшно обрадовался, он не знал, кто его, как эти деньги оказались у него дома, но, вот, эта ситуация разрешилась, и, конечно, дочь его вышла благополучно замуж, счастливо, но через какое-то время они опять обеднели, вот, и тогда стала речь о средней дочери, которая тоже собралась идти тем же путем, свидетельник Николай, узнав об этом еще раз, бросил в окно мешочек с деньгами, и так, третий раз, и таким образом спас вот этого человека от позора и от греховной жизни его дочерей. Вот, собственно говоря, эта история, этот мешочек с деньгами, потом превратился в мешок с конфетами, который, да, Санта-Клаус приносил детям в качестве подарка. Это трогательная и очень такая характерная история жизнеописания святителя Николая, это много интересных вещей, чудес и молитв, вот, и спасения самых разных людей в самых различных обстоятельствах, вот, любви этого человека поминовалось и время, и пространство, вот, он мог появляться там, где физически он не мог бы присутствовать, вот, для того, чтобы спасти тех людей, которые нуждались в его помощи и в защите. Вот поэтому очень любимый святой, в нем, наверное, каждый видит образец вот такого пастыря, который душу свою полагает за своих посомах. Почему церковь празднует два раза в год память святителя Николая, 22 мая, 19 декабря? На самом деле три раза в год. Даже три? А какой еще? Еще 11 августа. Значит, обычно самый главный праздник в честь того или иного святого – это день его кончины, успения. Вот 19 у нас декабря, по новому стилю, это, или 6 по старому, вот как раз день кончины святителя Николая, это основной его праздник. 11 августа – это день его рождения, Рождества. Очень немного святых, которых мы отмечаем, день их Рождества – Иоанн Предтеча, вот, Матерь Божия и святитель Николай. Такой праздник не очень известный, какое-то время даже и как бы забытый, потом опять восстановленный. Вот. И еще один очень интересный праздник – это в мае, 22 мая, это день перенесения мощей святителя Николая из мир Ликийских, из его города, в город Бари, где они находятся по сей день. Вот три праздника святителя Николая на самом деле есть в церкви. Есть также много икон, почитаемых икон, с изображением святого Николая Чудотворца. И они очень разные. Вот чем отличаются иконы с изображением Николы Зимнего и Николы Вешнего? И также еще Николай Чудотворец иногда изображается на иконах с мечом в правой руке и церкви, и гордым в левой руке. Ну, если вы посмотрите хотя бы репродукции самых разных икон святителя Николая, то вы увидите, что они все очень похожи. Его изображение, его лика, оно совершенно одинаково практически везде. Ну, а все остальное – это уже какие-то иконографические изводы. Ну, есть такая старая шутка, чем отличается икон Николы Зимнего от Николы Летнего, что Никола Летний, он вот с непокрытой головой, а Николу Зимний, он в шапке, в Дмитрии. Да, ну, это шутка, конечно, не более того. Это не играет какой-то роли, это совершенно… Можно и так, и так увидеть самые разные изображения. Вот, Никола Можайский – это такая статуя святителя Николая с мечом в одной руке и храмом в другой руке. Это вот изображение появилось, они сейчас будут резными, как такая деревянная скульптура, но есть и иконописное изображение. Она появилась после этого чуда, которое было при осаде Можайска, и когда люди молились перед иконой святителя, и он явился вот в таком грозном виде, с мечом, вот, и с храмом, который он как бы оборонял, защищал от врагов. Вот, но если мы присмотримся и повторюсь, то мы увидим, что сам образ святителя Николая везде одинаков. И соответствует, кстати, действительно вот тому, который был когда-то. Вообще иконы очень часто, несмотря на всю условность иконографии, достаточно близко к оригиналу передают внешность святого, которого они изображают. Даже иконы очень древних святых, даже иконы апостолов. К свое время, когда я учился в московских духовных школах, там есть такой церковно-археологический кабинет, и вот нам показывали несколько пар икон апостолов Петра и Павла. Древние иконы XVI века, иконы XIX века и римские катакомбы. И везде это были одни и те же лица, очень похожие друг на друга, вот, несмотря на почти две тысячи лет, которые прошло с тех пор. Поэтому я думаю, что и вот эта одинаковость изображения святителя Николая, она объясняется именно тем, что икона достаточно близко к оригиналу, передает его внешний облик. – А чем обычно просят Николая чудотворцы, когда обращаются к нему? И о чем бы вы попросили его сегодня? – Вы знаете, просят о чем угодно. Вообще всех святых. Я очень не люблю вот такую, знаете, детализацию, да, как в аптеке. Вот это от головы, вот это от живота, вот это еще что-то. Вот сюда надо, вот это надо просить о квартире, вот это о женихе, вот это об экзаменах и еще и так далее, да. Святители Николая просят о всем, без преувеличения. Разные люди с разными просьбами обращаются к нему. И очень, я думаю, часто бывает услышанное. Я в самом своей жизни несколько раз в очень тяжелых ситуациях обращался к святителю Николаю с очень дерзновенными такими молитвами, вот знаете, так вот, с максимализмом таким, вот, или-или. И, знаете, я получал просимое буквально вот, ну, только что, отойдя, вот буквально выйдя из храма, да. Это удивительный случай. Говорить об этом не очень, наверное, уместно. Такие подробности в пересказе, они как бы теряют ту глубину, которая существует, скажем, для меня. Но могу засвидетельствовать, что святитель Николай слышит молитвы тех, кто к нему обращается. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова